Это наши игрушки, в них сидим, сейчас скажи, буду красивая девочка, чтобы меня снимали, да? Скорь, не крутится. Не крутится, а мы накрутим, мы накрутим, не переживай. Здесь у нас детки-переселенцы, ну, в большей части, приходят сюда, находятся здесь у нас комнате на тот момент, когда родители внизу, ну, там могут получить продукты, выбрать себе вещи, чтобы детки там не мешали. Здесь они могут поиграться, перекусить там печеньками с окон для маленьких деток, детские пюрешечки, если, опять же, ну, там родители говорят, там можно нельзя. День на день не приходится. Бывает 3-5-7, а бывает и 20-30 деток. То есть, ну, вот в пятницу было, ну, больше 30 деток. То есть, ну, как бы приходят там час-два, уходят новые, приходят детки. В субботу груднички были тоже малыши, вот совсем маленькие, которые... Мамочка приходила, ребенок больной, в аптеку нужно было лекарства купить. Вот, там что-то, ну, какие были, там ей выделили, те, у которых не было лекарств. Она там оставляла малыша, купила, ездила по аптекам, что-то себе подбирала. Детки, которые там, некоторые, и там, где же выстрелы слышали, в тех же подвалах находились, они немножечко тревожные, они немножечко, там, как, могут испугаться. Ну, испугие, тревожность, детки замыкаются в себе. У нас даже был мальчик, полтора года которому, вот он ходил, ну, как бы был, до этого мама говорит, я не знаю, что случилось. Было все нормально, потом он просто бегал и всех, ну, кусал до крови, там, пытался. Ну, в частности, там, моего ребенка умудрился, там, на сколько, ну, минут за пять, там, двоих или троих детей. Вот, мы, естественно, хорошо были на станции психолог, подошел, поработали с мамочкой, поработали с ребенком. Оказалось, что он таким, ну, в общем, образом просто свои тревоги высказывает. Тут, как бы он маленький, он не сказать не может, а он встревожен, он чем-то недоволен. И вот он таким образом маленький свой протест высказывал вот против своих эмоций. Дни рождения мы тут, ну, у детки, когда бывают, вот, наши, которые детки-переселенцы, мы тут проводили уже три дня рождения детских. В игровой комнате в обычной, да, там что-то бахнуло, хлопушка, какой-то шарик, дети там будут веселые, никто на это внимание не обратит. Здесь у нас на дни рождения, в частности, моего ребенка, хлопнули шарик, вот, половина деток упала на пол, головки закрыла руками, вот, девочка одна, ну, тоже дочка волонтера нашего, она, в общем-то, расплакалась, и, ну, потом объясняли, что это не страшно, это шарик. Ейте по каждому второму ребеночку, как бы, требуется какая-то там поддержка, помощь специалистов. Ну, не в том плане, что прям вообще уже вот явно выражены эти, ну, какие-то у них вот, конечно же, даже вот просто переезд. Дитё было у себя тогда дома, у него был его быт, ну, как бы, все привычно и все хорошо, а тут его вырвали, непонятно куда, ну, как бы привезли-перевезли, любимых игрушек нету, любимой кроватки нету, зачем-то к чему-то, ну, и родители нервничают, дети это все чувствуют, поэтому детки у нас, конечно, такие немножечко особенные. Увидишь, как леса вольт сияет? Хе-хе-хе!